До 3,1% усилился спад промышленного производства в России в минувшем сентябре. Такие данные опубликовал Росстат. Это хуже, чем ожидали экономисты, сообщает Интерфакс, приводя мнение экономистов, которые ожидали падения меньше чем на 2%. Динамика промышленного производства в России в текущем году носила разновекторную направленность. Если в первом квартале был рост на 5 с лишним процентов, то затем последовал спад. Его причиной стали экономические санкции, а также разрыв налаженных годами маршрутов поставок товара из-за рубежа. И неожиданное для многих экспертов падение объемов промпроизводства в сентябре на 3,1% можно объяснить тем, что к тому моменту запасы импортных комплектующих закончились, а новые еще толком не начали пребывать. Вот у нас недавно только что предприятие, например, закупает новое оборудование, которое позволит ему закрыть существенный сегмент в своем производстве, импортируемый раньше из других стран. Но, извините, только поставка оборудования из Китая — это 4 месяца. Надо сказать, что спад промышленности никак не является общим трендом. Например, в сентябре усилилось снижение в обрабатывающих отраслях до 4%. При этом зафиксирован рост по сравнению с тем же месяцем 2021 года в производстве одежды на 5,6%, в сервисных услугах в сфере добычи полезных скопаемых на 5,4%. Тверское предприятие строительной химии «Универсум» — одно из тех, где также уверенно строят планы по развитию. Открываются ниши по причине ухода зарубежных производителей. В этом году планируем вырасти более чем на 50%. То есть мы удвоили производство по количеству выпуска продукции, по количеству смен, выполняем наши обязательства по найму сотрудников. Что касается перспектив, то опрошенные интерфаксом аналитики прогнозируют возможность сокращения промпроизводства в России по итогам нынешнего года на 1,4%, а в будущем году — на 1,2%. Глава Федерального Минэкономразвития Максим Решетников и вовсе считает, что отечественная экономика стабилизировалась и может перейти к поквартальному росту уже к концу нынешнего года. Александр Щербаков думает, что позитивных сдвигов действительно можно добиться, но при соблюдении целого ряда факторов. Если в целом мы решим вопрос с комплектующими, с сырьевыми потоками, с кадрами, с доступными финансами, тогда я думаю, что мы в ближайшем времени увидим рост экономики. Конечно, не стоит сбрасывать со счетов идущую на юго-востоке Украины специальную военную операцию. Хотя и резкое усиление финансирования военно-промышленного комплекса тоже может оказать позитивное воздействие на экономику. Это тоже промышленность, а нам снабжать, снабжать и снабжать армию. Поэтому даже за счет этого элемента мы можем, я так думаю, в значительной степени вернуться на те цифры не спада, которые присутствовали и раньше. При этом Владислав Шориков уверен, что вряд ли нам смогут испортить жизнь новые санкции. Судя по всему, их арсенал Запад практически исчерпал.